На сцене молодежного центра «Химик» не просто премьерный показ юмористических мизансцен. Начинающие КВНщики веселят зал, а между делом приобретают популярность и набираются опыта. Ведь, как утверждают организаторы фестиваль, этот и задумывался для того, чтобы создать условия для развития самых веселых и находчивых. В этом году дебютировали 11 команд из Омска и области. Тематика выступлений обширная – от студенческих проблем до политических интересов. В программе традиционные номера визитка и фоторазминка. И здесь, как и в любом другом форуме, связанном с юмором, работает формула «Интеллект плюс юмор равно успех». Самое главное – это хорошее настроение и подготовка. Вот это успех. Мне очень понравилось на сцене, как зрители реагируют, и я очень-очень рада. Классно думается. Шутки команды пишут сами. И зачастую это бывает вплоть до момента выхода на сцену. Уже имеющиеся у юмористов сценарий добавляют, как говорят в таких случаях, на ходу. Шутка для нас – это жизнь на самом деле. КВН – это определенная атмосфера, в которой мы прямо когда находимся, нам это нравится. Смотря выступления КВНщиков в высшей лиге, замечаешь, что шутят в основном мужчины. В командах есть девушки, но не во всех. Омский КВН решил внести свои сибирские коррективы. И в этом году на сцену в основном выходили представительницы прекрасной половины человечества. Это даже отметили судьи. Удивительно, удивительный уровень юмора очень высокий. На самом деле, молодые команды, которых мы следим за КВНом в Омске, мы их не видели никогда. Но они прям показали очень высокий уровень. И, как я уже говорил сегодня, на удивление очень много девушек, команды, которые играют и актерски, и уровень юмора очень неплохо. Дебютировав на сцене у МЦ «Химик», команды мечтают о светлом юмористическом будущем. Этот фестиваль подарил молодежи возможность блеснуть остроумием, раскрыть юмористический талант. И теперь все в их руках. У нас две лиги. И это еще один фестиваль, который помогает нам подпитать новыми талантами, новыми командами те существующие лиги. Так что у нас региональный лиг, который уже, собственно, довольно-таки неплохо себя чувствует. И долгое время весьма продуктивно существует. После полуторачасового концерта, вдоволь насмеявшись, члены жюри поднимаются на сцену. Время назвать победителей и призеров фестиваля. Третье место присудили девушкам из команды «2 плюс 2» из Сибирской региональной школы бизнеса «Сибит». Второе место также у женской сборной «Горячие девочки Турбо» – независимая команда. И победителями стали ребята из Омского промышленно-экономического колледжа, а маленькие часики. Главным призом для них станет поездка на фестиваль Центральной лиги КВН «Сибирь», которая пройдет в декабре в Новосибирске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова